Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, день отдания праздника Пятидесятницы, и в сегодняшний день Церковь предлагает нам, к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания к римлянам святого апостола Павла. И сегодня перед нами первая глава, стихи седьмого по двенадцатый. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Всем, находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. «Свидетель мне Бог, которому служу Духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею». Итак, дорогие братья и сестры, мы сегодня отдаем с вами праздник Пятидесятницы. У двунадесятых праздников, господских и богородичных, есть свои особенности. И одна из этих особенностей – это предпраства, то есть период приуготовления, подготовки праздника. Самый известный период приготовления – это, конечно же, рождественские, богоявленские сочельники. Период предпраства, соответственно, есть у праздника, и попразднство. И в конце этого периода совершается отдание праздника, завершение празднования. Соответственно, сегодня как раз-таки отдание праздника Пятидесятницы, который в этом году выпал на 23 июня. И, соответственно, мы с вами отдаем сегодня этот день и читаем за богослужением послание к римлянам апостола Павла, глава 1 стихи 7 по 12. Здесь мы видим начало. В послании к римлянам это такое хрестоматийное послание, которое показывает нам во многом структуру данного послания. Не только данного послания, но такую хрестоматийную структуру, в принципе, послания, такого античного письма, например. И видим такое классическое зачало. И сегодняшний отрывок начинается с адресата. Кому же адресовано было это послание? Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым. Одно из самоназваний христиан было это «святые», да? Святой, как отделенный из среды людей, не знающих Бога. Христиане уже познали Бога. И в этом смысле они святы. Не в смысле прославлены в лике святых, как это сегодня нами воспринимается, а в смысле отделенности из того греховного общества, не знающего Бога и не стремящегося к нему, к обществу познавших людей, познавших Бога и стремящихся к нему. В этом смысле они святы, да? Как еврейское слово «святость», «кодэш», «бог святой», да? Это одно из номинований Бога. Соответственно, он святой, отделенный от других. Также и христиане. Христианская церковь, она отделена из общего вот этого пласта людей греховных. Соответственно, всем, кто находится в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам имя от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы уже с вами говорили о том, что для апостола Павла было важно проповедовать в Риме. Почему? Потому что Рим в те времена это был ключевой город целого большого геополитического региона. Он затрагивал различные области, различные континенты, да? Это и европейская часть, это и часть Евразии, это и африканский континент. И, конечно же, Рим был неким таким мощным торговым центром. Недаром мы знаем с вами пословицу еще и школьной программы «все дороги ведут в Рим». Действительно, множество торговых путей сходилось в Риме. Это город с несколькими миллионами жителей. И сегодня немногие страны могут похвастаться такими городами, каким был Рим более двух тысяч лет назад. Итак, Рим был действительно таким мощным центром. И если христианство утвердится там, если оно наберет там силу, будет крепкая община, то это будет мощным свидетельством и мощной проповедью для всех уголков Римской империи. Потому что, действительно, как сейчас все стремятся в столицу, потому что это центр экономического роста, процветания, там мода, там успех и так далее, там возможности, там образование. Так же и тогда Рим тоже был таким центром, в том числе и религиозным. И для апостола Павла было важно воспользоваться и этой возможностью, и этими характеристиками города, чтобы укрепить и утвердить Церковь Христову. И вот апостол Павел пишет туда. То есть это одна из причин. Конечно же, она не исчерпывается такими только, знаете, утилитарными потребностями. Но мысль стратегическая здесь видна. Мысль апостола Павла. Он не был, знаете, таким харизматичным, лишь только харизматичным проповедником, который просто везде проповедует и, знаете, что называется так, спорадически. То есть местами бессистемно проповедует. Нет, у апостола Павла всегда было, и в его посланиях видна его богословская система, его ум, его стратегический замысел. Поэтому все подчинено какому-то смыслу определенному. И апостол Павел благодарит Бога через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Действительно, вера христианская возвещается во всем мире. Здесь идет речь, конечно же, о... Тогда воспринимался весь цивилизованный мир, как Римская империя. Действительно, на тот момент крупнейшая мировая империя именно с такой культурой, которая породила научное мировоззрение, которая во многом стала основой цивилизационного развития на многие века вперед. Именно в пространстве европейской культуры зародилась именно та системная наука и та система исчисления, да, то есть мы видим физику, которая считает свои формулы и говорит о формулах на языке греческом. Соответственно, это очень сильно большое влияние оказало. И вот во всем мире возвещается. «Свидетель мне Бог, которому служит Духом моим в благовествовании, Сын его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моим, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Здесь такое начало, где апостол Павел приветствует, потом молится и благодарит. Молится о том, чтобы прийти, чтобы Господь позволил ему прийти к римлянам и молится о них, Богу, и благодарит за них Бога. «Ибо я весьма желаю вас увидеть, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами веру общую вашу и моею». То есть мы видим, что апостол Павел здесь не менторствует, он не морализирует, он говорит о том, что «я приду к вам с проповедью, но и от вас я хочу получить утешение, и я знаю, что я его получу. Увидев ваши горящие веры сердца, увидев ваше утверждение в вере, я сам вдохновлюсь вашим примером». Вот как говорит апостол Павел, в нем нет какого-то пафоса излишнего назидания. В этом чувствуется глубокое смирение апостола Павла и понимание, что всегда и во всем можно учиться у ближнего, даже несмотря на то, что ты имеешь большой авторитет и имеешь такое послушание и такое благословение от Господа, быть благовестником, учителем, наставником, пастырем. И смотря на это апостол говорит, что «утешиться с вами верою общую вашу и моею». Одна вера, да, едиными устами и единим сердцем. Вот о чем говорит сегодня нам Святая Церковь. Будем и мы прославлять Бога едиными устами и единым сердцем, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»